Привет, дорогие друзья! Значит, сейчас мы пообщаемся на тему дискредитации вооруженных сил РФ. Что было, что было, что было? Значит, в понедельник мне позвонили, сказали, что в среду надо прийти к следователю. Ну, я как бы явился и в итоге получил бумажку. На бумажке следующее написано, что-то я рассказал, там 150-я дивизия, картинка, картинка, где попадаем, 150-ка попадает по домам хахуров. Ну, и надпись типа, вот он раскрывает видео под грифом секретно, раскрывает, значит, места попадания наши, ну, наших снарядов по халам. Ну, молодец, молодец. Как компетентность. Далее, значит, следующая картинка. Я стою, я стою напротив, за мной вот эта вот Маринка, надпись Маринка, как это вот, с названием города, вот эта табличка. Он раскрывает, где стоит пятая бригада. Секретная информация, которую первый и второй канал вещает каждый день. И примерно из всех утюгов известно, что пятерка стоит на Маринке. Ну, что ж, раскрыл секретную информацию. Тоже там про гриф секретно что-то было. Компетентность. Потом техника. Значит, что-то там он раскрывает, сколько техники участвовало в бою и так далее. Ах, не заметили, наверное, да? Они не в курсе были. Просто не посчитали. А я им помог. Ну, вот так вот. Такое вот действие. Тоже что-то там секретное у него есть. Значит, потом вообще прикол. Вообще прикол это Яндекс.Карты. Значит, картинка с моими Яндекс.Картами, где я просто стрелочки влево сделал. Ну, типа, справа мы, слева враг, стрелочки. Что, типа, идем туда. Наверное, мы, наверное, в обратную сторону должны идти. И написано. Значит, выдает информацию, которая только для служебного пользования. Показывает карты. В общем, видимо, я сфоткал на столе у генерала карту Яндекс.Карту и выдал ее. Ну, как бы норм. Я думаю, что подоляка уже лет на 500, наверное, себе. Да нет, на 5000 лет себе уже, значит, надискредитировал. Со своими стрелочками. Ну, как-то, как компетентность. Что там еще было? А, и снайпера, снайпера. Значит, я снимаю ребят. Я говорю ребятам, Ребят, вы что, будете там лица закрывать, открывать? Они говорят, да нет, пофигу вообще. Все в открытую снимем. Которые учатся на снайперов, ребята, для которых мы покупали. Там все. Сейчас они ждут СВДС. В общем, сейчас ждут винтовки. Как только винтовки начнут, получат, начнут интенсивно заниматься. Они сейчас молодцы. Занимаются физической подготовкой. И стреляют из того, что есть. В общем, молодцы. И написано. Значит, показал лица. Показал лица. И дискредитирует ракетно РАФ. РАФ это служба, которая выдает оружие. Вот это вот все. А почему дискредитирует РАФ? О Мосинке. Про Мосинке что-то сказал. Что-то типа, вот Мосинке его не устроили. Ну, что я могу сказать? А вы бы выдали еще копья. Копья. И луки. И тогда вообще, вот, я бы это даже и не стал снимать. Это вполне эффективно. Подошел, заколол. Или из лука так выстрелил. С закрытой позиции. Сейчас модно стрелять с закрытых позиций. И стрела, она же вот так летит. По баллистической траектории. Хоп, попал в х**. Ну, короче, нормальная тема. Значит, вот все вот эти вот товарищи, которые пишут эти заявления, они никогда их не пишут на всяких там сборщиков. На всех, кто реально дискредитирует Россию, на всех, кто реально гонят на СВО, на тех, кто реально гонят на военнослужащих, никогда не пишут. Они пишут, знаете, на кого? Только на своих. А на чужих нет. Вот те, кто за границу уехал, сборы организуют себе через российские сервисы отечественные. Вот эти вот все Дани Милохины, там какие-то эти, как его там зовут, вот этот Кучерявый. Ай, неважно. В общем, не-не, это всё норм. А вот если военнослужащий показывает, как его подразделение воюет, не, это нельзя, это закрыть, закрыть. Это преступление. Преступление. А ещё ни один из этих людей, которые следят за информационной безопасностью, не вышел ни на меня, ни на моих товарищей, коллег, которые занимаются тем же самым. Никто не вышел и не сказал, давай сотрудничать, давайте мы тут что-то подумаем, что-то вот какую-то там, вкинем какую-нибудь дезу прикольную для х**ов, чтобы вот они вот как-то там, какую-то компанию информационную. Давай вот подсветим какую-то тему конкретно, вот интересную там, типа для государства. Нет. Единственное, что они могут, это написать, непрофессионально написать заявление на таких, как я. И потом радоваться, что, о, а я был полезен на своём месте. Я вот тут спросиживал штаны месяц, а потом написал заявление. И вроде бы как уже и не зря зарплату получаю. Потом причина какая? Причина это, конечно же, абсолютно некомпетентность, личная неприязнь и некомпетентность. Эти люди никогда не были на передовой, эти люди не понимают, как всё это происходит. Значит, они не понимают, как идёт процесс боевых действий на передовой. Они в фантазиях своих что-то там себе вообразили и думают, что врагу что-то неизвестно. Я объясняю. Значит, враг знает о нас всё. Мы знаем о враге всё. На глубину, допустим, в километр мы знаем вообще всё о враге. Мы знаем каждый дом, где он находится. Мы знаем примерно, сколько там человек с погрешностью в пару человек. Мы знаем, по каким маршрутам он и ходит. Мы знаем время, когда он ходит. Мы знаем всё. Враг видит, наблюдает с камер, из дронов все наши пути снабжения. Враг наблюдает все наши маршруты. Враг видит все наши тропинки. Враг за час до того, как подъезжают наши танки, начинает пристреливать дорогу, по которой поедут танки. Это к вопросу о том, как у нас вообще с информационной безопасностью. И как у нас вообще... Ну, ладно, это сейчас я отвлёкся немножечко на танки. Короче, и шпионы у нас есть, и у нас есть шпионы у врагов. Значит, и что я хочу сказать. Когда едет какая-то техника наша, враг её наблюдает с нескольких точек, с камер, с дронов, всё это фиксирует. И видит он нашу технику на глубину, вы не поверите, в километры, два, три, четыре, пять километра он видит нашу технику. Поэтому, когда мне предъявили, что я снимал там какой-то танчик, который работал по позициям. Друзья, ха** видели этот танк. Примерно сто ха** там видел этот танк. Кто-то глазами, кто-то в камеру, кто-то вообще по нему там стрелял из РПГ. А я что-то там выдаю. Это не я выдаю. Это вы абсолютно некомпетентно. И не понимаете, как это всё выглядит и происходит. Вы за кого переживаете? Вы за боевые действия переживаете? Или за то, или за ваши фантазии? Как это у вас в фантазиях там всё выглядит? Предлагаю... Вам, во-первых, взаимодействовать с теми, на кого вы жалобы пишете. Общаться, познакомиться, предложить что-нибудь. Иначе непонятно, чем вы занимаетесь. Вы знаете, что ещё такое борьба? Что такое борьба информационная? Борьба... Для любой борьбы нужны солдаты. Так вот, я такой солдат. И ещё есть таких куча солдат. Вы на своих солдат жалобы пишете. Вы начальники. Какие вы начальники? Вы на нас жалобы напишете. Вы всех ненавидите. Все вам мешают. Вы всех уберёте. Вы сами воевать пойдёте. Сами пойдёте воевать? Давайте бартер. Я в СИЗО. Вы же хотели меня... Что-то там уголовная... Это самая ответственность. Я в СИЗО, а вы в штурмовике. Штурмовики. Ту-дун-ту-дун-ту-дун. Весело. Весело. Адреналин опасно. Не хотите? А чего? Чего не хотите? Или может хотите? Вот я в СИЗО, а вы в штурмовике. Я подумаю о своём поведении. Буду думать, что я не то сделал. А вы пока повоюете. А потом, если вы живы останетесь, мы продолжим работать. Может быть, как-нибудь по-другому. Может быть, вы свяжетесь и скажете, вот, мне там что-то не нравится. Давай тут отредактируем, а давай здесь переформулируем. Нет? И потом вы не будете писать, что там он показал танк. Он танк показал. В тюрьму его. Эх, ребята, ребята. Вы занимаете места, которые должны занимать другие люди. Компетентные, профессиональные. Вы заняли свои места по ошибке. Хорошего вечера. В тюрьму. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...